Лауреатами премии «Благотворитель года» стали активные петрозаводчане, предприниматели организации и фонды. Их выдвигали общественники и даже дети. Так одним из лауреатов в номинации «Карельский милосердный ангел» стал Сергей Веселов, ведущий праздников для детей, особенных или тяжелобольных. Один из фондов, с которым он сотрудничает, – благотворительный фонд имени Арины Тубис. Говорит, через праздники старается нести добро детям. Если не я, то кто-то другой, наверное, сможет. Но я могу, у меня есть время, у меня есть руки-ноги. Очень часто, к сожалению, занимаются благотворительностью те, кто сами попали в какую-то ситуацию, после чего поняли, что другим людям тоже нужна помощь. Слава Богу, у меня, я считаю, все в порядке, но я просто считаю, что людям надо помогать. В числе «Карельских милосердных ангелов» – кондитер Валентин Сватовой, благотворителей Геннадий и Елена Тимченко, Сергей Пирожников, петрозаводчанин Сергей Лыков, который помогает «Мама дому». В номинации «Золотое сердце» премию получил Андрей Молчанов, председатель правления благотворительного фонда «Сохранение духовного наследия преподобного Сергия Радонежского». Его, как и многих, не было в зале награды, им передадут коллеги. Благодарность получил Александр Попов, глава Совета Карельского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. В Красном кресте его считают уникальным человеком. «Ну, эту всю прибыль, которая нам приходит, не на то, чтобы по карманам их рассылывать, а мы все это в гражданском обществе. В основном это дети, в основном у нас мы подрастающим поколением больше занимаемся. Ну, это вот школы, детские сады, ну и прочие там другие акции, которые, возможно, проводят или город, или республика. Организатор церемонии Карельский Красный Крест обещал, что в следующем году лауреатами премии станет еще больше благотворителей, и соберутся они уже в огромном зале. Стремление помогать объединяет людей разных профессий, взглядов, возрастов и достатка. Количество благотворителей с каждым годом в республике растет. Анжела Маркевич, Владислав Петров, Служба новостей.